Приветствую вас. Со своей позиции мужчина в целом прав. Если он так чувствует, если он так считает, что ему работать, например, хватит, он может устать, вот, объективно. Да, объективно мужчина может устаться, поэтому ничего удивительного нет в том, что человек хочет жить на пенсию, особенно если пенсия его устраивает, да, потому что оно было такое, что пенсия людей не устраивает, но устраивать ему больше ничего не надо, он находится в своем полном праве. Другой вопрос, что это может не устраивать вас, вот, но в таком случае мужчина вам опять же четко говорит о том, что вы можете работать сами. Мужчина по сути заявляет о том, что он не хочет работать на, допустим, вас, вот, мужчина не хочет работать там, ну, грубо говоря, удовлетворяя ваши потребности, да, мужчина этого не хочет, вот. Ну, это, в общем, не хорошо, не плохо, это его выбор, вот, который, скорее всего, укладывается в тот контекст ваших отношений, ну, который был до этого. Вот, скорее всего, я так думаю. То есть, наверное, 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 какие-то вещи подталкивали его к реализации такого вот потенциала, к реализации такой идеи, к реализации такого аспекта. Вот, это, не хорошо и не плохо, это просто данность, это просто факты. Вот. И, на мой взгляд, вам имеет смысл это принять. Если вы своего мужа любите. Вот. Далее. Ваш вопрос относительно того, как в этой ситуации поступить, раскрывается через понимание того, как конкретно поступить вы хотите. то есть, то есть, то есть, то есть, как поступить вы хотите, чтобы что вы хотите поступить. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Понимаете, о чём, о чём, о чём я, я пытаюсь сказать вам. То есть, это нормально, что вас может, ам, что-то не устраивать. Абсолютно нормально, что вас может не устраивать решение, принятое вашим мужем. Но, я не думаю, что вы, что вы можете его, ам, заставлять что-то делать. А, я не думаю, что вы, ам, можете, ам, заставить его, ам, ну, поступать в, ам, в каком-либо, вот, ключе, которым, которым мне хочется. Вот. Поэтому у вас, по сути, выбора нет, кроме как принять его позицию такую, и с ним согласиться. Опять же, при условии, при условии, если у вас есть чувство в машине. Если вы не хотите принимать его позицию, если вы считаете, что его позиция не верна, не верна, то это исключительно ваше право, да, это исключительно ваше прерогатива, и я не думаю, что кто-либо может оспаривать ее. Если вы считаете, что муж должен содержать вас, да, и работать ради вас, ну, или на вас, да, то и в этом ничего плохого нет. В том, что вы так считаете. Может быть, вы так привыкли, или что-то в этом роде, но доставить человека вы сразу не сможете. Вопрос, если вы вместе поищите что-то, чем бы он мог заниматься, если вы вместе поищите что-то, куда он мог бы направить свои ресурсы, куда он мог направить свои силы, вот. Ну, это уже более такой мягкий, более глубокий, более мудрый, на мой взгляд, подход, чем просто требовать от него, чтобы он работал. Самый счет может выбирать только защиту, да, только какое-то раздражение, и соответственно, ну, желание защищаться от этого, от этой позиции, от подобной постановки. Вопрос. Вот. Так что определитесь, пожалуйста, всем чтобы что вы хотите как-то поступать, вот. Именно чтобы что, то есть какая вот цель у вас. Вот. Потому что от цели ну, немного, не мало, зависит ваша, ну, ваша дальнейшая перспектива в взаимодействии с ну, отношений. А, дальше. А, значит, ну, вот я открыл вас еще один ваш вопрос. А, подскажите, как быть в моей неправильной ситуации? Я живу с мужем 6-й год, правда, знакомому 15 лет, он у меня старший на 17 лет, ему 58, у меня 41. А, здесь у вас большая разница в возрасте, наблюдается, что часто спровоцировано таким не очень здоровым отношением к себе и к партнеру. А, так. Правда, ребенок не его, сын с проблемами инвалидного зрения, ближе к слабовидящим, достаточное явление. Мы очень, мы очень редко ругаемся, но если ссорим, что у нас сына в выгонях, не количество духов его не было в его квартире. Ну, то есть, здесь есть какое-то непринятие сына со стороны мужа. Я три раза от него ходил, он меня возвращал, если даже не брат, он никогда не пройдет мне извиниться, всегда на примирении иду я. А, ну, здесь, Екатерина, у вас есть некое, некое жертвенное, к сожалению, поведение, потому что, ну, что значит, жертвенное, да, жертвенное поведение. Жертвенное поведение, да, означает, что вы не берете на себя ответственность за то, что происходит, как вы говорите, что он меня возвращал, что он меня возвращал. Что значит он вас возвращал? Вы же не вещь, да, не предмет. Вас нельзя, нельзя возвратить. Вы решали вернуться к нему. И если вы решали к нему вернуться, то у вас, именно у вас, вероятно, были какие-то на это, на это причины. У вас были какие-то на это основания. Ну, для того, чтобы вот вернуться к своему мужу, к своему мужу. Вот. Во-моему, у вас были каждый раз надежды, что он изменится. Возможно, была еще какая-то история. Вот. Но все это остается сутью. Правда с этой правдой в том, что вы возвращались с Анну. Это было ваше решение, а не он вас возвращал. Да? Дальше. Если он не прав, то никогда не подойдет мне решиниться всегда на примирение иду я. Опять же. Идти всегда на примирение вам, это ваш выбор. Это всегда, это всегда ваше решение. Идти на примирение. Или не идти. Вот. То, что он не подходит, ну, да, это не очень хорошо, конечно, что он не подходит. Вряд ли с этим можно спорить. Но, опять же, он, скорее всего, уже является сформировавшейся личностью, и вряд ли вы сможете его поменять и переделать. Согласны? Вот. То есть, если вы считаете, что он должен вести себя иначе, если вы считаете, что он должен вести себя по-другому, то спорить с вами я не буду. В этом смысле. Там еще, ну, может быть, вы и правы. Может быть, может быть, вы и правы. Что, ну, что, что действительно, он должен сам подходить, мириться, если, там, к примеру, не прав. Да. Вот. Ну, так, опять же, хочешь, если, если хочет, то он пройдет, а если он не хочет, да, то он не будет подходить. То есть, здесь, вот, не очень, на самом деле, понятно, да, что хотите вы, опять же. То есть, вы хотите, чтобы человек стал другим, вы хотите, чтобы человек изменился, вы хотите, чтобы человек поменял свою модель поведения. Но, способен ли он на это, и почему вы требуете это от него, если вы с ним, ну, если вы с ним вместе. То есть, мне, мне, мне кажется, это, ну, как минимум, то, на что нужно обратить ваше внимание. Так, я обратилась полгода назад к психологу, стал пытаться сохранять и сохранять свою семью, но опять возникли скандалы, и я приняла решение от него уйти, он был счастлив. Ну, смотрите, значит, вы говорите, что обратились к психологу и стали сохранять свою семью. Вот. Я, честно, честно говоря, думаю, что это ваша ошибка, пытаться сохранить семью. Вот. Самое что, сохраняя семью, именно семью, да, пытаясь сохранить именно семью, вы, на мой взгляд, игнорируете самого человека, то есть, на самого человека вы внимание обращаете меньше. То есть, семья – это некое социальное образование, а отношение с человеком и восприятие человека, которое является, по сути, производным от, ну, от восприятия себя, это совсем другое. Ну, это не семья, это не семейные отношения. Вот. Понимаете? Дальше. Я не знаю, что мне делать, что делать, чтобы что. Год назад я потерял ребенка, у меня была замерзшая беременность, как-то смогла вытащить себя, но этот канал опять осталось и посмотреть, может быть, действительно стоит разаетесь. У меня, наверное, не плачивает родиньком в горле, я очень мучаюсь посоветовать, что мне делать. Ну, в целом, вы продвигаете, к сожалению, ну, все-таки папе повисшего жертва. Вот. И если это так, то, вот, соответственно, статисты жертвы вам обращаются очень сильно Богу. Вот. Именно потому, что вы, получается, зависимы от своего мужа, да, и не можете от него уйти. Вот. Так что, в целом, я бы сначала проанализировал ваши отношения в семье. Вот. Я бы подкорректировал ваше поведение, я бы обратил внимание на, ну, скажем так, более личностные аспекты. Я бы обратил ваше внимание на более личностные аспекты, чем, ну, чем то, что вы, вот, сейчас делаете. Вот. Потому что, сейчас вы, на мой взгляд, занимаетесь, все-таки, именно тем, что повышаете свою зависимость от мужа. Плюс ко всему, у вашего мужа есть сложность в принятии вашего ребенка. Вот. А это, ну, тоже достаточно, ну, достаточно тяжело может сказываться на человеке. Вот. На вашем ребенке я имею ввиду. Поэтому, наверное, стоит подумать о перспективе. И о том, для чего вы в отношениях с мужчиной находитесь. Вот. Зачем и для чего. Вот. В целом, в целом вы пишите, что вы мучаетесь, да, но вот вопрос заключается в том, чем именно вы мучаетесь. То есть, чем конкретно вы мучаетесь, что конкретно вас мучает. Мне кажется, это очень важно, потому что тот конфликт, те противоречия, которые есть в вас, их нужно решать. Отчасти именно из-за них вы не можете выстроить такие вот гармоничные отношения с своим мужчиной. Вот. Ну и плюс возраст. Разница в возрасте тоже дает особенность. Как вы можете заметить, ситуация заключается в том, что у вас не складываются отношения с мужчиной. А вообще, вообще, да, вообще, первые отношения не сложились, от которых у вас ребенок, собственно, говорят. И эти отношения у вас тоже не складываются. Вот. Именно поэтому, на мой взгляд, и нужно вам корректировать именно всю вашу модель, всю вашу систему поведения. Вот. Ну, всю вашу систему поведения, всю вашу взаимодействие с мужчинами там все. Это очевидно, что что-то делать не так. Именно вот при, ну, именно при выстраивании, именно при выстраивании отношений с ними, с мужчинами я имею ввиду. Вот. А, дети, дети, по итогу страдают. В данном случае речь идет о, 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 о вашем ребенке, да, в данном случае речь идет. Так, конечно же. Вот. Поэтому, я думаю, такой момент, вот, я думаю, что это то, что можно вам ответить, это то, как вам можно ответить. А, я надеюсь, что это было полезно для вас. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Я надеюсь, что все у вас будет в порядке.